Здравствуйте, друзья! Готовы поговорить о 15-м туре, который завершился в Лиге Чемпионов. Интересные были матчи на этой неделе. Собственно, давайте не будем долго релюдиями заниматься, как раз к ним и перейдем. 1-6, закончилась игра между командами, между дерби, между Манчестер-Юнатетом и Манчестер-Сити. Интересный был матч. Интересно было тем, что ребята, что из одной, что из другой команды, пытались, играли без центра поля, боролись за каждый его отрезок. Из конкретных событий матча стоит сказать, что Манчестер-Юнатет имел лучшую реализацию, что повлияло на счет. Они обыграли 6-1 команду Романа Рудника. Манчестер-Сити забивал только под конец, когда Манчестер расслабился и понял, что 3 очка у них в кармане. Прищепа забил местный мяч с 3-1 Манчестер-Сити, со стороны Юнайтета забивали Федькевич, Джилага Дуполь, Вадимович Хирас Аюк и Афак. Собственно, все игроки, которых мы рады видеть на футбольных полях, которые знают, что будут делать разницу. 3 очка для Манчестер-Юнатет, а мы двигаемся дальше. А следующая игра нашего обзора, которая для меня, ну как не то, что сказать, приятная или неприятная. Я не попал в счет, я не угадал с событиями на футбольном поле. Я Кёльн Ювентуса говорил об этой игре. Я думал, когда снимал анонс, что действительно у них команда Александра Теренина будет гораздо организованнее. Смогут наколотить в Кёльну не один, не два и не три даже мяча. И гораздо больше это смогут сделать. Но, к сожалению, не так стало, как гадалось. И Кёльн на игру приехал в Дума 16-ти ром. Хорошо пробивались в дальней дистанции. Немножко команде, конечно, не хватает токировок. Это чувствуется в игре, потому что еще нет взаимопонимания между собой. Но индивидуальный класс исполнителей, вот, например, как третий гол непосредственно Бендека, говорит о многом, говорит о том, что Кёльн сейчас наконец нашел свою игру. Приятно было видеть ребятам друг друга, капитану всю свою команду. И, в принципе, на это попадут в команде Юрия Хинки отдержать уверенную победу. Что касается команды Ювентус, то знаем о том, что ребята, в принципе, все играют в хороший футбол, правильный футбол, все играют с головой. Но в этой игре у них ничего не клеилось. Были нелепые обшипки, были обрезки, из-за которых, собственно, Кёльн их и наказал. Три очка для Кёльна. И, в принципе, по турниной таблице этих команд можно сказать следующее, что теперь Кёльн, конечно же, не такой Мачестер-Сити, но имеет шансы выйти из зоны вылета, если отыграть следующих своих соперников. Ну, Мансия Челси 2-0. Игра, которая, в принципе, не собралась команда Челси. Ну, как, команда Челси-то собралась, но, исходя из того, какой состав они привезли на игру, вся основная их обойма, к сожалению, находилась на скамейке запасных. По той простой причине, что ребята были либо травмированы, либо по другим причинам пропускали эту игру. Что касается Нумансии, то, как всегда, команда в хорошем сборе, в отличном здравии, в настроении. Был Арбузов, был Литовченко, был Нотарь Бельский. Ну, в принципе, то есть разгон, все те же. Оставчук центральный, я бы сказал, один из самых важных игроков в центре поля команды. Нумансия, вместе с Киванаршвили, через которых базируется игра, такой себе плеймейкер. И, в принципе, Нумансия уверенно одержал победу над командой Евгения Жиревного. 2-0. 2-0 и Нумансия теперь находится у нас на второй позиции. Имеет в запасе игру с большинством Инаки. Это значит, что впереди кто-нибудь очень умный. Наш Робин Гуд, к счастью, к сожалению, не смог поздравить качественно с днем рождения капитана команды Соберникова. Напоминаю, Сергей Шулько Стопу сегодня 34. В день, когда мы снимали обзор, в день выбора 21 апреля, исполнилось 34 года. Казалось бы, что команда поднесет ему такой приятный подарок в виде победы. К сожалению, этого не сложилось. Дрезден был на голову сильнее. Степаныч в воротах творил неимоверные чудеса. И, в принципе, получал свою команду от пропущенных мячей. Что касается Депортива, то не было молодежи. Приехал весь старый, давний состав ребят, которые когда-то давно феерили еще на полях АФЛ в соревнованиях испанской лиги. Ребята приехали отдохнуть. Ребята приехали поиграть. Ребята приехали поздравить. Но, к сожалению, все это получилось, кроме хорошей, качественной игры, которая в итоге не помогла Депортива добыть победу. 2-1. 2-1 как победа для команды Динамо Дрезден. Я не уверена, они уже закрепляются на четвертом месте Лиги чемпионов. Ну и заключительная игра нашего тура. Милан Crystal Palace принимал. 6-1 на счет этого матча. Вернее, 1-6, если быть точным. Милан, к сожалению, не смог навязать уверенную борьбу в центре поля команде в зеленой форме. Почему? Потому что, как я уже говорил, индивидуальный класс игроков Crystal Palace явно выше за игроков Милана. В то же время очень уверенно на некоторых эпизодах выглядели Шевченко, Питкович, Валерий Васильев. Здорово пробивал несколько раз в дальней дистанции. Жаль, к сожалению, не попадал в 100 в город. А если попадал, то здорово на бровке есть Путин. Что касается, естественно, Crystal Palace, то сама команда 6 мячей забила в ворота Милана. Отличались Яловенко дублем, Карпенко сделал хэт-трик. И Денис Коваль на 6 минуте открывал счет этого матча. 6-1 Crystal Palace находится на третьем месте. Дальше у них по календарю, кстати, все игры с командами, которые находятся ниже их в турнире таблицы. А значит, если они наберут максимальное количество очков, то не смогут, скажем так, догнать, их не сможет догнать Динамо Дрезден и претендовать на брус. Вот и все, друзья. Поговорили мы о случившихся играх. Давайте теперь перейдем к тому, что нас ждет непосредственно в следующих турах. 16-й тур, 16-й тур Лиги Чемпиона принесет нам следующие матчи. Ювентус играет с Депортиво. Обе команды одинакового уровня. Как по мне, обе команды хотят выиграть. Обе команды нужна победа. Депортиво, конечно, чуть больше. Почему? Потому что они находятся ниже Ювентуса турнирной таблицы. Но, опять-таки, все будет зависеть от сбора. Если же Косту привезет молодежь и Александр Теренин привезет тех осмотрителей, которые делали разницу в прошлых играх, то, уверен, игра будет интересной. Оставим на победу команды Ювентус со счетом плюс два. Crystal Palace в Кёльне. Это, собственно, то, о чем я говорил уже немножко ранее, что Crystal Palace дали играть с командами, которые немножко ниже их турнирной таблицы. Но нельзя списывать со счетов в Кёльне, который уже набрал новых игроков, которые потихоньку с каждой игрой, с каждой тренировкой все более и более становятся сыгранным коллективом. И уверен, что это будет нелегкая продулка для команды Crystal Palace в игре с Кёльном. Думаю, что Crystal Palace все-таки сможет даже за счет индивидуального высшего класса своих игроков. А Кёльн имеет шанс сбиться за очки в случае, если привезет большую скамейку запасных. Ставим на победу Crystal Palace плюс два. Chelsea Milan. Есть небольшая душа у команды Евгения Жеребнова. Есть возможность поиграть в свою игру, есть возможность попробовать новых исполнителей, которые должны побороться за место в основном составе. Милан эту возможность может предоставить. Команда Дмитрия Горюка. Не сказать, что выглядит намного хуже других исполнителей на футбольном поле. В целом, как коллеги во мне, они очень импонируют на самом деле. Просто конкретно если брать реализацию моментов, немножко нервное напряжение и в целом игру, то им действительно еще к Chelsea можно будет, возможно, чему-то даже поучиться. Рассмотрим эту игру как плюс для Милана, возможность обыграть пока не самый стабильный Chelsea. Но Chelsea наконец-таки выйти на победную стезию. Ставим на победу команды Евгения Жеребнова плюс три мяча. Друзья, матч тура. Manchester United принимает нумансию и это фактически будет игра за чемпионство в Лиге чемпионов. Но это так. Обе команды будут настроены побеждать. У любых команд горят глаза. И я уверен, что самая-самая интересная игра нас ожидает, если не тура, если не всего чемпионата, то точно тура. Приглашаю всех болельщиков поддержать своих любимцев. Думаю, что на футбольном поле даже не берусь предсказывать, какая из команд будет лучше себя чувствовать или хуже. Все будет зависеть от сбора. В последнее время он более стабилен у команды Numancia. В принципе все игроки являются более опытными. Что касается матча Суната, то Каменчук уверен, на эту игру привезет особый состав. Подготовит их иморально и ментально. И будет бороться за непосредственно победу в Лиге чемпионов. Разница в очках не велика. Соответственно, если одна команда матча Суната либо сыграет ничью, либо обыграет, это может и гарантировать чемпионство в целом. Поэтому, друзья, прогнозировать не буду. Тем будет интереснее наблюдать за событиями. Посмотрим вместе с вами, как завершится эта игра. Матч Дэя, я бы сказал, или матч. Чемпионшип матч. Матч чемпионата 16-й тур лиги. Чемпионом между Манчестом и Ататом и Нуманцией. Ну, а что касается заключительной игры 16-го тура, Манчестер Сити примет Динамо Дрезден. Не очень мотивированный Сити. Вернее, как, не очень мотивированный Дрезден. Потому что, если Crystal Palace будет набирать очки, они, к сожалению, выше четвертого места не поднимутся. Что касается Манчестер Сити, им нужно, они хотят, они хотят побеждать, им нужно добывать очки. И немотивированный Дрезден может стать им в этом хорошим подспорьем. Ставим на победу команды Романа Рудника с учетом плюс 1. Друзья, на этом все. 16-й тур Лиги Чемпионов уже очень-очень скоро. Я напоминаю, что в следующей неделе мы пропускаем, у нас Пасха, мы отдыхаем, а уже 4-5 мая собираемся вновь на полях под ГДФЛ, для того, чтобы определить, а кто самый сильный коллектив нашего чемпионата. Оставайтесь с АФЛ, поразуйте, всего доброго!